В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем предпоследний день ноября с погоды. До 10 тепла и местами 0,5. Ночью и утром на дорогах местами гололедицам. В Черкесске без существенных осадков ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3, а днем 8-10 градусов тепла. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» успешно прошел проверку межведомственной комиссии по подготовке объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности к зиме, подтверждающий техническую и квалификационную готовность энергетического предприятия к работе в любых погодных условиях, опубликован на сайте Министерства энергетики России. Для коллектива это положительная оценка, означающая, что в филиале созданы необходимые условия для успешной и безаварийной работы станции в осенне-зимний период. Сформирован необходимый запас оборудования, запчастей и комплектующих, отметил главный инженер Карачаево-Черкесского филиала «Русгидро» Алексей Гужева. Подготовка гидростанции осуществлялась в соответствии с утвержденным планом без отставания от установленных сроков. Гидроэнергетики своевременно и качественно завершили ремонтную кампанию, а также годовую программу технического перевооружения и реконструкцию. Комиссия, в состав которой вошли представители Ростехнадзора, системного оператора, главного управления МЧС по республике, отметила высокое качество проведенных работ. В Хабезе прошел вечер портрет «Я все сказал и сделал все, что мог», посвященный столетию великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. С начала года отдел культуры Хабезского района организовал множество мероприятий, посвященных жизни и творчеству Расула Гамзатова. Различные вокальные и танцевальные номера творческих коллективов порадовали всех собравшихся зрителей. В мероприятии также приняли участие представители Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов и Рамазан Манапов. Юные участники встречи читали стихи дагестанского поэта, и исполняли песни на слова его богатого творчества. Представитель Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов выразил всем организаторам благодарность и отметил почетными грамотами. Мне еще хотелось бы здесь пользоваться случаем, выразить слова благодарности всем городским и республиканским библиотекам, всем учебным заведениям, которые провели мероприятие по юбилею с увлечением Республики Камзатова-Карачаево-Черкесии Республики. Хотелось бы отметить еще, что из муниципальных районов и городских округов, к сожалению, такие мероприятия провели именно в Хабейском районе, уже второй раз здесь, как было сказано, и открытие, и вот сейчас закрытие года Республики Камзатова, и в Малокарачаевском и Моиспольном районе тоже было такое же значимое мероприятие. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программа «Карачаевская редакция» в 14.30, «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова